А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Совсем скоро стартнёт четвёртый сезон. Уже завтра, 3 августа, мы сможем посетить судьбоносные рейды, а также нам будут открыты интересные подземелья в формате MIFIC+. Два Тазовеша — нижняя и верхняя часть, два Мехагона — аналогично нижняя и верхняя часть, два Карджана — нижняя и верхняя часть, и два подземелья из Дренора — это Депо и Доки. Окей, 8 данжей, то есть у нас будет в пуле вообще MIFIC+. Это, конечно, всё интересно, но у людей имеются вопросы и другого формата — по типу проводников, по типу слизневого кота. И сегодня абсолютно все эти вопросы разберём. Я подготовил небольшой пул вопросов, небольшое их количество, и они будут появляться на экране, я буду их зачитывать, и при этом буду давать довольно-таки ёмкий, но очень хороший ответ, который, я думаю, удовлетворит абсолютно всех. При этом, если же у вас останутся после просмотра какие-то ещё вопросы, можете задать и в комментариях. Ну а также на YouTube есть и другого формата видосики, где я прям полностью какой-то вопрос подымаю, поэтому, само собой, стоит глянуть. Начнём же. Первый вопрос. В какой сложности можно получить слизневого кота? Слизневого кота можно получить в обычной сложности и выше. Для этого нужно пройти судьбоносные рейды. Все три. То есть первых слизневых кота у игроков мы увидим 17 августа. Второй вопрос. Сколько продлится четвёртый сезон? Четвёртый сезон начинается 3 августа. Дополнение Dragonflight выходит в 2022 году. Это может быть как ноябрь, так и декабрь. Также не стоит забывать о том, что перед стартом дополнения Dragonflight будет двухнедельный припатч, поэтому четвёртый сезон продлится 3-4 месяца. Примерно так. Третий вопрос. Были ли введены какие-нибудь новые достижения в четвёртом сезоне? Да, эти достижения были введены ещё в обновлении 9.2.5. Например, достижения на судьбоносные рейды. Они были введены давно, но получить их можно только с 3 августа. Четвёртый вопрос. А новые маунты будут в четвёртом сезоне? Да, конечно. Маунт за пвпшную сезонную награду. Также гладиаторский маунт. Также элементаль за определённое количество очков в Mythic+. Пятый вопрос. Будут ли новые трансможики в четвёртом сезоне? Нет, новых трансмогов не будет. Вопрос номер 6. В четвёртом сезоне будут ли введены новые трансмоги? Например, за пвп. Обязательно ли брать 1800? Я не слишком много времени уделяю пвп, но судя по ПТРу, нового пвпшного сета просто не было введено. Он имеет такую же модельку шмот, который покупается за завоевание, поэтому логично предположить, что просто-напросто даже сета нового не будет. Вопрос номер 7. Очки завоевания и очки доблести обнулятся? Да, и касательно выгодной траты этих валют уже есть видосик на ютубе. Ссылочка будет в описании. Вопрос номер 8. Шифровальные предметы из эритморта? Не апнут ли для твинков? Итем-левел вещей с локалок будет такой же, как и в третьем сезоне. Итем-левел вещей с локалок не повысится. Вопрос номер 9. Довольно-таки интересный. Как будет даваться рейдовый лут в Великом Хранилище? Как мы знаем, в Великом Хранилище имеется три полосы, где нам даётся лут. Рейды, подземелья и пвп. Рейды будут устроены таким образом, что нам будут доступны награды из всех трёх рейдов. Как только мы победим определённого босса, то его добыча начнёт появляться в возможных наградах вплоть до конца сезона. Следующий вопрос. Легендарки какого итем-левела будут и как их добывать в 9.2.7? В 9.2.7 это четвёртый сезон, то есть это всё одинаково. У нас получается по легендаркам нет новых итем-левелов и, соответственно, добывать ничего не нужно. 291-й итем-левел легендарок максимальный. Это, конечно, странно, но стоит к этому привыкнуть. Следующий вопрос. Чё там по проводникам? По проводникам всё стабильно и теперь не требуется какое-либо достижение для покупки 278-х проводников. Для приобретения сосуда необычайных возможностей нам нужно просто-напросто потратить 10 тысяч единиц космического ветра. Нам не нужно закрывать полностью эпохальную гробницу. Нам не нужно лутать пвп-шный рейтинг большой. Нам не нужно 3 карио. Стратим 10 тысяч единиц космического ветра. Покупаем все 278-е проводники. Предпоследний вопрос. Будут ли работать старые осколки и святилища господства? Бонусы осколков господства будут полностью отключены в четвёртом сезоне. В третьем мы могли хотя бы как-то ими воспользоваться. В утробе, торгасте, святилище господства. А четвёртый полностью искореняет эти бонусы. Последний вопрос. Как одеть твинка свежоапнутого в четвёртом сезоне? В ближайшее время будет на эту тему видео. А пока что просто стоит ходить в мифик плюсы, рейдики. Более подробно я собираюсь рассмотреть это в отдельном видосике. Также во время вчерашнего стрима были некоторые вопросики от людей. Ну я просто-напросто попросил их позадавать, понаписать их в чатике. И очень интересный вопрос от MortyTop98. Смогут ли люди сразу героик бустить рейды со старта четвёртого сезона или только обычку? Скажу так, что обычка с удовольствием рейдов вообще не будет предоставлять какой-либо опасности в плане исполнения механик. Ну, это обычка. Там просто гиром можно задавить каким-нибудь 275-м, например, от всего рейда. 270-м даже. А героик уже немножечко имеет механик. И то есть хп боссов, да, довольно-таки внушительное. Если у людей имеется опыт старого контента, то в целом и героик будет лёгкий. Да даже и мифик. Вопрос просто в этом левеле и скалировании. Вот именно в этом имеется ключевой вопрос. То есть как компания Blizzard отбалансирует хп, атаку боссов. Может быть, я не знаю, Динадрий в первый день будет вообще ваншот-касты какие-нибудь кастовать. И нужно будет ждать ход фикса, чтобы босса просто-напросто починили. И как бы смешно это ни звучало, но тут, возможно, всё. Мы никак не можем на это повлиять. Что ж, я думаю, видосик всем понравился. Если имеются вопросы, как сказал ранее, можете задать их в комментариях. Постараюсь ответить. А, быть может, даже сделаю видосик на какой-либо вопросик. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok